Представление польского уличного театра растрогало донецкую публику до слез. Постановка оказалась настолько реалистичной, что правоохранители задумались о безопасности зрителей. Уличный спектакль увидят жители городов, принимающих евро. Донецк в этом списке оказался первым. Об уличной премьере Анна Миронёк. Мимо спектакля войны для дончан разыгрывает польский театр. Удивлять гости будут спецэффектами и очень реалистичными декорациями. К польскому уличному театру бюро путешествий четверть века. В Донецке артисты впервые. Подарок для шахтерской столицы премьера пьесы Кармен Фунебре. Представления уличного театра кардинально отличаются от привычных классических постановок. Театр приходит к людям, а не люди приходят к установке, в которой есть театр. Марта на сцене уже 12 лет. Уверяет, главное для актера – честность в игре и в мыслях. Это не драма, основанная на тексте. Это не драмтеатр. Тут все натурально и экспериментально. Думаю, уличный театр для Украины – нечто новое. Мы подготовили серьезную постановку. Наш спектакль о войне. Адамс не может справиться с волнением. Так далеко от родины он еще не уезжал. К тому же в качестве актера к зрителям он сегодня выйдет впервые. Это мой дебют, поэтому я немного нервничаю. Вы извините, мой персонаж – слепой мужчина с палочкой, который был замешан в конфликте в Сербии. Действо начинается прямо в толпе зрителей. Специфика уличного театра – минимум текста. Боевые действия, расстрелы, тыл, инквизиция и пытки. Донецкая публика не осталась равнодушной. Актеры многих заставили плакать. Как вы, да, страшно. Представление очень драматическое. Да. Такое аж за душу берет. Я в шоке. И музыка, и адреналин классный, классный. А вот представителей органов правопорядка реалистичность постановки заставила понервничать. Прикольно, что-то новенькое. Было страшно за то, что вот этот человек с этими вилами, мог упасть и что-то, ну, причинить какой-то вред окружающим. Остальные квитки – сгорелый театр. Со своей пьесой поляки намерены объехать города, принимающие евро. В Украине спектакль увидят только два города. Из Донецка трупа уедет в Киев. Лишь после украинских кастролей поляки презентуют пьесу землякам. Анна Миронюк, Николай Добрянский, телеканал «Донбасс». Результаты-пьесу землякам. Подписывайтесь на мой канал.